Азиатские боевые искусства Азиатские боевые искусства Годы упорных тренировок не проходили зря Руки и ноги местных жителей превратились в смертельное оружие страшной силы Способное пробить панцирь или расколоть самурайский шлем Мастера окинавате местного стиля карате даже тайно посещали Китай Изучая наиболее эффективные стили и побеждая самых известных мастеров Вскоре окинава признается составной частью Японии И местные жители поражаются физической подготовкой присоединенных гостей Поэтому вскоре новое боевое искусство стали преподавать во многих местных школах К началу 20 века карате уже входило в обязательную программу подготовки личного состава японской армии Ценность карате подтвердила и русско-японская война С 1948 года это боевое искусство стало официально развиваться как вид спорта Ожидаемо вскоре о нем узнают все уголки мира Но очевидно СССР к карате относится пренебрежительно Более того, в Советском Союзе даже вводится статья об уголовной ответственности Не только тех, кто тренирует, но и тех, кто занимается им И случаи посадки были В России же Федерация карате была создана в 2003 году К середине нулевых в нашей стране действовало около 200 клубов карате Где занималось около 200 тысяч человек Сегодня их количество продолжает расти Отличным примером, показывающим, насколько развита карате в Приморье Является недавний праздник этого вида спорта, который прошел во Владивостоке Чемпионат округа, первенство края и этап летней спартакиады Все это одновременно проходило в Приморской столице В 2017 году на площадке Олимпийца встретились полтысячи каратистов Практически рекордный показатель Буквально прилетело 110 спортсменов только с Сахалином Пора им уже, наверное, самолет покупать Также представляют команды Приморский край Естественно, Хабаровский край, Амурская область За два дня будут соревноваться порядка 430 спортсменов Такая массовость не случайна Еще в 2016 году представители мирового карате ликовали, когда Международный Олимпийский комитет принял этот вид спорта в свою семью Это был долгий путь, который начинался еще с 20 века с полного непризнания олимпийским движением Теперь же сражение лучших каратистов планеты мы сможем увидеть уже в 2020 году Притом совсем рядом, в Токио Соответственно, как и во многих других летних дисциплинах Отечественная сторона, возможно, будет тренироваться у нас в Приморье И в частности во Владивостоке А вот получить свою путевку в Японию местным бойцам, к сожалению, будет практически невозможно Карате только вошло в олимпийскую программу Естественно, не все еще структуры адаптировались под это Надеюсь, что в будущем, может быть, в следующих Олимпиадах и дальневосточники попадут Сейчас хотелось бы, чтобы кто-то с России попал Потому что там очень строгая квота И, наверное, не все страны попадут Так как у нас небольшая разница в часовых боевах с Японией Поэтому, думаю, дальневосточный регион станет одним из тех пунктов Где будет завершающий проведен этап подготовки спортсменов к Олимпийским играм В программе местных соревнований всегда есть и поединки Кумете и технический комплекс Ката Иногда бойцы демонстрируют и мастерство Тамишевари Интерес сегодня есть в каждой дисциплине Да и пробуют себя на ковре даже самые маленькие бойцы К слову, в преддверии Олимпиады здесь как никогда работает принцип Когда старшие передают свои знания младшим Возможно, у меня не было выбора, потому что у меня папа тренер И с самого детства уже в один год я лазил, пробовал одевать накладки Но в три года уже вовсю бился Поэтому это для меня не спорт, это просто для меня уже жизнь У меня тоже есть свои воспитанники, которых я тренирую Которые завтра будут выступать на соревнованиях Я была трехкратной чемпионкой России И это мои первые соревнования, которые были в 12 лет Я заняла первое место А во-вторых, я начинаю тренировать То есть у меня появляются детки, которые меня здесь уже держат И хочется научиться, вернее их научить чему-то новому И смотря на них тоже, смотреть как они растут Приморские каратисты считаются сильнейшими в России По разным стилям каратэ до Их, кстати, очень много И все бы ничего, но именно такая раздробленность каратэ До последнего времени и не нравилась Олимпийскому комитету Стили возникают непрерывно, поскольку каждый выдающийся мастер Привносит что-то свое Что зачастую приводит к созданию чего-то нового Были даже случаи, когда тот или иной мастер, пройдя одну из школ Уходил из организации и создавал свой стиль На самом деле, меняя лишь название По этим и другим причинам различают более 200 различных стилей и школ каратэ Из наиболее заметных во Владивостоке представлен, например, кеокусинкай Этот стиль каратэ был когда-то создан в противовес так называемым бесконтактным школам У кеокусин контакта хватает Удары точные и мощные, а защиты при этом никакой Поэтому этой дисциплины часто побаиваются Кеокусин является самым жестким видом единоборств Так как выступают без защитных средств В принципе, на вас только одно кимоно Мужских, и это очень такой травматичный спорт для мужчин и женщин с 18 лет Поэтому определенные сложности, люди выбирают спорт полегче Есть и буквально недавно ожившая федерация Ашихара каратэ Это почти тот же контактный стиль каратэ, основанный на кеокусин, дзюдо и айкидо А также на оригинальных техниках и приемах Благодаря универсальности и практичности на родине его преподают в высшей полицейской академии Японии Раньше, к слову, этот стиль каратэ уже был во Владивостоке, но его забыли С 2016-го его возрождают своими собственными силами Ну и что уж говорить Одно из излюбленных боевых искусств Во Владивостоке кудо тоже ведь разновидность каратэ Этот вид спорта не случайно часто называют под стилем каратэ Потому как основы и принципы тут практически те же Добавляются лишь практики дзюдо и тайского бокса В общем, каратэ сегодня очень разнообразный вид спорта Здесь спортсмены не только находят свой собственный стиль ведения боя Но и свои цели на будущее Кто-то занимается для себя, кто-то для самообороны Другие же ставят перед собой одну важную задачу Добраться до Олимпийских игр Благо теперь такая возможность есть И уже в 2020 году все мировое сообщество будет наблюдать за историческим событием С вами был Максим Яковлев и программа «Вокруг спорта на восьмом» Субтитры создавал DimaTorzok